Итразвуковое исследование в гинекологии назначается женщинам в том случае, если есть нарушение аварийного менструального цикла, боли внизу живота, какие-то подозрения на образование в области органов малого таза. И его можно проводить двумя способами, либо это трансаблуминальное, либо интервагинальное. Трансаблуминальное УЗИ в гинекологии проводится после предварительной подготовки, то есть нужно женщине наполнить мочевой пузырь. Для этого за час-полтора женщина выпивает около литра жидкости, чтобы мочевой пузырь был полный, и тогда датчикам трансаблуминальным доступна визуализация органов малого таза. И чаще всего это исследование назначается для женщин, которые не жили еще половой жизнью, для девочек, исследования девочек. Если, допустим, у женщины есть ожирение, то визуализация будет затруднена именно трансаблуминальным путем. Трансаблуминальное – это более лучший способ исследования органов малого таза, и он не требует никакой подготовки. То есть даже наоборот лучше сходить перед исследованием трансаблуминальным и опророжнить свой мочевой пузырь. Принцип действия УЗИ основывается на том, что ультразвуковые волны идут через датчик до исследуемого органа, и они отражаются от исследуемого органа и возвращаются обратно в датчик. И на мониторе мы видим изображение органа, что там происходит. А вот разницы, как таковой, в исследовании большой нету. И тот, и тот метод, он достаточно доступный, и он дает достаточно полную картину того, что происходит с органами малого таза. И это очень хорошая помощь в диагностике заболеваний органов малого таза. То, в принципе, взагалі немає разницы между результатами дослідження, что таким, что таким методом? По большому счету нет. Ультразвуковое исследование в гинекологии лучше всего проводить в первой фазе цикла, то есть это седьмой, восьмой, девятый день менструального цикла, как правило. Но если стоит вопрос о том, что нужно не диагностировать проблемы, связанные с эндометриозом, то лучше проводить это исследование во второй фазе, то есть, наоборот, передмесячными. Потом, если цель исследования в том, чтобы померить размеры фолликулов, вопрос стоит о зачатии, проконтролировать рост фолликулов, овуляцию, то проводят это исследование на пятый, седьмой день, четырнадцатый, девятнадцатый. То есть доктор назначает, когда нужно прийти и проконтролировать рост фолликула, и чтобы знать, в какой день произошла овуляция. Продолжение следует...